В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Во дворце культуры города Видное состоялась встреча сотрудников завода МосМЕК. Завод – это люди, а закрыть нас нельзя. Кубок Ивана Гирева стартовал в бассейне «Дельфин» поселка Развилка. У нас есть кубок Сальникова, есть кубок Селькова, много всяких кубков. И почему бы не развивать именно свою личность? На трассе «Казачий дозор» в Древней Горке прошел заключительный этап зимнего сезона гонок на выживание. Погода хорошая, решили съездить, посмотреть, что это такое. Во дворце культуры Видное состоялась встреча бывших сотрудников завода МосМЕК. Специально для них подготовили музыкальную развлекательную программу. О том, как прошло мероприятие, расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Завод МосМЕК был одним из крупнейших предприятий в России по производству алюминиевых профилей для гражданского и промышленного строительства. Он работал с 1971 по 2012 год и был градообразующим предприятием города Видное. Несмотря на то, что он давно закрыт, бывшие коллеги общаются и дружат долгие годы. Для того, чтобы они могли вспомнить о былой славе, для них организовали встречу во дворце культуры Видное. Нам помогает администрация и, в частности, ДК. То есть они взяли на себя эту миссию. Мы дали свои материалы, которые у нас скопились за этот год. И видеоматериалы, и фотоматериалы. Они подготовили нам ролики. То есть они взяли на себя основную, как говорится, ношу. Ну, вот получилось. Завод всегда гордился своими кадрами. От рабочих до инженеров. Представители органов местного самоуправления пришли отдать дань уважения ветеранам МосМЕКа за то, что они внесли огромный вклад в историю строительства нашего города. Завод – это люди. А закрыть нас нельзя. Мы не готовы к тому, чтобы нас закрыли. Вы создали комфортную среду, потому что вы, наши основатели города, вкладывали свою лепту, душу в то, что есть. В зале собрались те, кто много лет проработал на заводе. Им есть что вспомнить. Когда пускали оборудование, было очень интересно. Наше, это японское оборудование, тогда было свет в окошке в России. И к нам ехали со всей России смотреть, учиться. Коллектив у нас в 26-м цеху был очень чудесный коллектив. Там все ребята и девчата были молодые, веселые. У нас такие посиделки были необыкновенные. На заводе было очень весело. И в турпоходы ходили. Теперь станет доброй традицией устраивать подобные встречи ветеранов завода Мосметаллоконструкций. Юлия Астаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В этом году исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. На протяжении всего года проходят памятные мероприятия по этому поводу. В историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный подвигу жителей города-героя. В конце января вся страна отметила 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В связи с памятной датой в историко-культурном центре прошел урок мужества. Посетили его ученики 7-го класса 9-й школы. Они смогли увидеть документальные кадры, услышать воспоминания жителей и изучить письма очевидцев. Оборота северной столицы стала мельчайшим примером массовой стойкости и терпения непобедимости духа его жителей. Ученики узнали о пугающих цифрах тех лет. 125 грамм составляла суточная норма хлеба. 872 дня длилась блокада Ленинграда. В Ленинграде трогается более 2,5 миллионов жителей. В случае себя получили 400 тысяч жителей. Героический подвиг Ленинграда навсегда останется в памяти. Блокадники – пример стойкости и мужества. Их история должна быть на устах и у подрастающего поколения. Я считаю, что это очень главное событие, потому что ленинградцы, не имея возможности и ресурсов, они до конца защищали свой город. Они сражались до конца, у них был дух, они хотели выстоять и сражались за свою страну. Урок мужества позволил ученикам обрести представление о том, через что проходили люди в осажденном городе, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. За последние 10 лет в лесах Подмосковья высадили почти 11 миллионов деревьев. Такие результаты стали возможными благодаря активному участию жителей в масштабных акциях по посадке деревьев. Такие мероприятия проходят с 2013 года каждую весну и осень по поручению губернатора. Порядка полутора миллиона человек пришли и посадили свое дерево, внеся свой вклад в озеленение региона. В целом, с 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубают. В Подмосковье с этого времени площадь восстановленных лесов превысила в 2,5 раза площадь вырубленных. За последние годы лесовосстановление провели более чем на 5 тысячах гектаров. В спортивном расписании детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» появилось новое соревнование. Кубок Ивана Гирева стартовал в бассейне поселка Развилка. Екатерина Коваленко понаблюдала за юными пловцами. Слава заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр, Ивана Гирева давно перешагнула границы не только Ленинского округа, но и России. Тем не менее, именно здесь, в бассейне «Дельфин», где он делал первые шаги в большом спорте, решили создать соревнование Кубок Ивана Гирева. Его участниками стали самые юные пловцы округа. У детей этих маленьких есть стимул. Они, во-первых, видят олимпийского чемпиона. Для них это чемпион-призер. Они видят такого красавца-пловца. И дальше это будет продлеваться. Они будут иметь желание попасть после Кубка Гирева уже по возрасту на Кубок областной Евгения Орлова. Всего более 200 мальчишек и девчонок из Развилковского и Видновского отделений Центра «Дельфин» вышли на плавательные дорожки. И для большинства из них эти соревнования стали первыми в жизни. Естественно, присутствие на соревнованиях именитого спортсмена – дополнительный стимул для юных пловцов и возможность получить награду лично из рук Ивана Гирева. Семилетняя Дарья Иванова занимается в «Дельфине» всего полгода, но плава девочка любит больше всего на свете. Мне было не страшно, потому что я родилась, чтобы плавать именно в воде. Сам Иван Гирев не устает подтверждать, что находится на пике формы. Он активно тренируется, но к тому, что Кубок, названный его именем, относится философски. У нас есть Кубок Сальникова, есть Кубок Селькова, много всяких кубков. И почему бы не развивать именно свою личность в этом плане. То есть, да, и детям будет классно, и мне самому очень интересно именно проводить соревнования. Может, какие-то новые форматы добавить и прочее. Но пока мы проводим на базе «Дельфина», чтобы просто ребята ознакомились вообще, в принципе, с соревнованиями. Кто знает, может быть, сейчас в этом зале свои первые награды получают будущие олимпийские чемпионы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошел заключительный этап зимнего сезона чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. В заездах приняли участие 16 спортсменов. Подробнее о том, как проходило мероприятие, расскажем в нашем сюжете. Заключительную гонку зимнего сезона по традиции приурочили к Международному женскому дню. Участницы соревнований Юлии Соколовой и организаторам спортивных соревнований были вручены букеты цветов и подарки. Юлия Соколова! После торжественной части и проведения жеребьевки любители экстрима вышли на старт. В заездах финального этапа зимнего сезона приняли участие 16 машин. У нас, в принципе, 4 лидера сейчас в чемпионате. Они с отрывом в 10 очков идут. Это номер 63 Андрей Березкин, чемпион последних двух лет. Номер 88 Антон Рыжиков, самый титулованный наш гонщик в плане гонок на выживание. Галахов Евгений сейчас начал прорываться выше. И Александр Протопопов. Автошоу на трассе «Казачий дозор» посетило большое количество поклонников экстремальных видов спорта. Мы увидели рекламу, решили, в выходной день, погода хорошая, решили съездить, посмотреть, что это такое. Ну и ребятам стало интересно, посмотрели ролики, говорят, поехали. Вот мы приехали, мы сами из Троицка, вот приехали сюда. Семилетний Алексей впервые на гонках, но уже определился со своими фаворитами. Мне понравились вот, ну вот там 150 номер, и вот 96-й, и 44-й, вот нормальные там и машины, и вот так. В роли зрителя пятого этапа и представитель команды «Видное» Константин Колобков. По техническим причинам он пропускает финальную гонку, но внимательно наблюдает за молодыми гонщиками, совсем недавно присоединившимися к этому виду спорта. У нас молодежи очень много появляется. У нас постоянно, вот там 99-й номер, я смотрю, вот машина 44-й Александр, там еще 68-й номер. Это все новички, которые приходят. Появляются, ну прошел такой период, что у нас было 5, 6, 7, 8 машин. А сейчас уже 16, 20. Люди подходят, ребята спрашивают, а как собрать, а кому обратиться. То есть с советами, с желаниями, с такими же, с настроением собрать машину. В жесткой контактной борьбе между гонщиками третье место досталось Александру Идрисову, второе – Сергею Соколову, а победителем стал Александр Протопопов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова